Добрый день, друзья! Меня зовут Семен, я специалист по локальной реставрации. Сегодня мы с вами разберем такое повреждение, как царапина на двери. В данном случае у нас царапина на дверном проеме. Устранить данную царапину можно двумя способами. Первый способ это с помощью специального маркера. Это специальный реставрационный маркер компании Кёник. Второй способ, который мы сегодня также будем демонстрировать, это при помощи мягких восков. Он более надежный и, скажем так, более качественно скрывает повреждения. Давайте еще раз берем первый способ. Здесь самое основное это подобрать маркер в цвет вашей основной текстуры. Я, в принципе, это уже сделал и для вас подготовил уже вот такое вот готовое решение. Для того, чтобы исправить, достаточно просто нанести корректирующий маркер на нашу царапину. Ну что ж, наша царапина уже не сильно выделяется. Но так или иначе на просвету ее видно, так как она имеет глубину. И здесь как раз таки давайте разберем второй способ. Это способ при помощи удаления повреждений при помощи мягких восков. Я уже подготовил подходящий для нас цвет. Так как у нас темная поверхность, то вполне себе подойдет очень хорошо темным. Пользоваться данным материалом стоит следующим образом. То есть его можно подразмять в руках, но это более долгий способ. Он становится мягким и вы как бы втираете его в повреждения. Второй способ это при помощи плавителя. То есть, ну, как правило, плавитель используется с твердыми восками. Ну, как альтернатива, чтобы размягчить мягкий, тоже вполне себе имеет место быть. И самый такой практичный метод это просто втирать его туда. То есть мы его сейчас ватрем и потом уберем излишки. Давайте я покажу, как это происходит. Друзья, наш воск нанесен. Теперь осталось убрать его излишки. Делаем это при помощи специального воск-шпателя. После того, как мы с вами убрали излишки, необходимо специальной матирующей поверхностью пройтись по данному повреждению и убрать остатки нашего воска. Потому что так или иначе на просвет остатки воска все равно будут видны. И они будут создавать особую матовость и будут выделяться. Для этого мы проходимся матирующей поверхностью. Излишки воска мы убрали, остатки, все, что было. Все, сейчас тут воск есть только в нашем повреждении. После всего этого нам необходимо воспользоваться либо маркером, либо красками. Красками специально, которые подходят для локальной реставрации, которые также продаются в специализированных магазинах. Что ж, друзья, я нанес первый слой нашего маркера. Сейчас необходимо матирующей поверхностью пройтись по данному повреждению и сравнять матовость с основной текстурой нашего повреждения. Здесь я вижу то, что повреждение у нас не закрасилось. Вот иногда необходимо проходить два и более раз, чтобы полностью убрать очертания нашего повреждения. Что я сейчас и буду делать? Ну что ж, друзья, наше повреждение исправлено, и теперь осталось на него нанести только безариольный лак. Это делается для того, чтобы лучше защитить краску, которую мы нанесли. Чтобы данное повреждение как можно дольше не напоминало о своем существовании. Первый слой лака нанесен. Он сейчас у нас высохнет. Мы посмотрим, сравнялась ли у нас по глянцевости поверхность. Если она у нас не сравнялась, мы нанесем еще один слой данного лака. То есть он наносится до тех пор, пока у вас не выровняется поверхность. Сохнет такой лак примерно минуту. Полное высыхание в течение суток. Наше повреждение исправлено. Если вам нужно больше информации о том, как проводить локальную реставрацию, обязательно обращайтесь в компанию Допол. Я работаю именно в этой компании. Здесь мы занимаемся как общей перешлифовкой пола, укладкой и, в принципе, реставрацией различных деревянных поверхностей. В том числе и локальной реставрацией. Также можете к нам обратиться, и мы с удовольствием вам поможем. Мы находимся в Новосибирской области. Но если вы вдруг из другого клочка России, ничего страшного. Опять же, звоните. Мы постараемся вам дистанционно помочь, чтобы решить вашу проблему. Ну что ж, на этом у меня сегодня все. Меня зовут Семен. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok